всем привет с вами ирина и канал my diy life и это садовый влог я обещала вам показать продолжение строительства нашей псевдоальпийской горки и сейчас хочу исполнить это обещание на этой неделе мы уложили на горку камни хотелось бы немножко поподробнее остановиться на этом моменте я не могу сказать что я какой-то супер спец по альпинариям но насмотрелось свое время достаточно много и лекций посвященным строительству альпинариев и много картинок красивых вдохновляющих и хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу подбора камней укладки их и тому подобное привет сорокам почему-то как только мы начинаем снимать на этой полянке они сразу начинают на нас ругаться я начала с окантовки горки поскольку если камни будут вырастать прямо из газона это будет во-первых не очень логично во вторых будет очень неудобно косить потому что газон будет наезжать на камне косилкой заехать туда не получится и в итоге получится такой бордюрчик из травы который не удается скосить из-за вертикальных камней мне хотелось этого избежать и поэтому первое что я сделала сняла по периметру горки дерн и заложила кусочками плоских камней в принципе наверное удобнее было бы сначала постелить туда геотекстиль но мы геотекстиль еще не купили плюс я здесь планирую делать декоративную отсыпку из мелких камушков так что скорее всего геотекстиль постели по контуру горки уже поверх этих плоских камушков и сверху засыпем чем декоративным ну а пока вот будет как есть после того как весь периметр горки освобожден от травы выложен плоскими камушками начинаем подбирать камни мы собрали на газоне все камни какие у нас были хочу прежде чем буду рассказывать как мы их укладывали остановиться непосредственно на самих камнях потому что этот момент на котором многие попадаются когда вы выбираете камни для альпинария очень важно чтобы ваши камни были не округлые не булыжники потому что булыжники камни вот такой вот округлой покатой формы это те камни которые лежали в реке или в море и даже если вы об этом сами не задумываетесь но подсознательно наш глаз воспринимает эти камни на горах как нечто инородное и такая горка из округлых камушков никогда не будет смотреться красиво и скажем так похожий на настоящий выход скальных пород именно это вам нужно сымитировать когда вы строите альпийскую горку как будто вот где-то там у вас в глубине огромный камень он вылезает на поверхность и его кончики так сказать торчат над землей именно так выглядят скалистые образования на самом деле в горах я постараюсь пустить сейчас по экрану картинки каких-то скал природных так чтобы вы понимали о чем я говорю и еще очень важно когда вы укладываете камни чтобы все они лежали в более-менее одинаковом направлении вот у нас здесь как вы видите получилось что все камни смотрят примерно в одну сторону и под одним углом как будто действительно это один камень или выхода породы которые куда-то на поверхность вышли если вы будете раскладывать камни под разными углами то это будет опять же смотреться как просто нагромождение выглядит не похоже на настоящую скалу и соответственно воспринимается менее эстетично когда вы определились с тем в каком месте у вас будет этот самый выход породы мы решили что это будет вот на этой стороне горки дальше вы берете первый камень и начинаете его крутить во все стороны и выбирать ту сторону этого камня которую вы будете считать скажем так парадной та которая самая красивая с каким-то хорошим красивым рисунком красиво как-то обколото и этой стороной вы укладываете камень на горку начинали мы снизу с нижней части и дальше двигались вверх но процесс этот честно говоря очень но не то чтобы творческий но могу сразу предупредить что вам очень много раз придется вытаскивать камни из уже уложенных мест менять что-то местами потому что вы можете уложить там два-три камня потом четвертый у вас не ложится и вы видите что какой-то из предыдущих надо поменять или на его место положить камень побольше или наоборот поменьше в общем по мере того как вы укладываете камни вы в принципе сами увидите как лучше их расположить и вот это вот броновское движение камней будет продолжаться до тех пор пока общий результат не устроит у нас это заняло около часа пока мы тасовали камни туда-сюда до тех пор пока нас это не устроило ко мне у нас было не так много честно говоря и ну откровенно говоря я не могу сказать что у нас были какие-то супер красивые камни это просто осколки мне кажется песчаника или известняка я даже не знаю точно породу но вот еще кстати важный момент который они сказала желательно чтобы все ваши камни были примерно одной породы потому что если у вас на горке будут все камни белые два или три камня черных условно говоря не будут очень бросаться в глаза это тоже смотрится неестественно так что все камни которые у были они были одной породы одного рисунка одного цвета но хотя бы цвет постарайтесь соблюдать чтобы все камни были рыжие или все камни белые или черный уж что там у вас попадется у нас на горке меньше камней чем мне хотелось бы практически все какие были мы пустили на переднюю часть но другой стороны может быть это даже и хорошо потому что изначально эта горка задумывалась как горка для пряных трав а не как горка для альпийских растений то есть мы сюда будем сажать тимьян рукколу все все средиземноморское что хорошо растет именно на открытом солнце и в итоге я решил делать не горку в виде улитки как я хотела изначально а делать именно имитацию настоящего альпинария на переднюю часть я буду сажать какие-то декоративные растения седумы шаловидные флоксы и тому подобное а на дальнюю более пологую часть уже те самые пряные травки розмарин лаванду может быть вернее не может быть вот она у меня вот и там у меня будут уже растения для еды а на переднем плане растение больше для красоты у меня посаду сидят кое-где кандидаты для посадки сюда но пересаживать я пока побаиваюсь потому что очень жарко яркое солнце я боюсь что на открытом солнце растения очень быстро завянут не перенесут сейчас пересадку поэтому будут дожидаться погоды похолоднее подождливее а вот парочка кандидатов которых мы купили я посажу прямо сейчас потому что я уже засушила лаванду она в очень маленьких горшочках я думаю что все-таки посажены она будет себя лучше чувствовать тем более что контейнерное растение ну а дальше мы будем постепенно вот в эти кармашки подсаживать растению по мере докупания и по мере возможности то что уже есть саду ну и потом я постараюсь конечно вам отснять показать что будет с горкой к концу сезона когда мы ее всю заполним растениями благодаря тому что у нас настала летняя жара появляется возможность оценить насколько розы светлых тонов устойчивы именно к жаре и постоянному солнцу меня кто-то об этом спрашивал и для жителей более теплого более жаркого климата например где-нибудь на украине я думаю что это будет очень актуально два моих любимых сорта светлых роз это крокус роз и джентл хермион от остина показывает себя очень хорошо несмотря на то что палит солнце 30 с лишним градусов цветки осыпаются не очень быстро то есть розы держит цветок куст выглядит декоративные цветки от жары не портятся то есть несмотря на то что яркое солнце цветочки выглядят очень красивыми и свежими что у крокус роз что у джентл хермион это вообще два светлых сорта остина который мне нравится наверное больше всего крокус роз она считается белый но на самом деле у нее чуть-чуть сливочный оттенок особенно в бутонах видно она желтоватая потом уже очень быстро выгорает до чисто белый джентл хермион она в бутоне нежно-розово у нее очень красивая более темная серединка я очень люблю этот эффект на цветках когда внешние лепесточки уже белые а серединка уже распустившегося цветка еще розовая всегда смотрится очень классно очень нежно и поэтому это один из моих тоже любимых сортов огромный плюс джентл хермион еще в том что она очаровательно просто пахнет запах не очень сильный но необыкновенно приятный и красивый куст что одного что у другого сорта достаточно компактный для остина в принципе это даже высоковато для крокус роз обычно она у меня пониже джентл хермион она немножко повыше но тоже очень аккуратно и компактная и если у крокуса как видите цветочки все-таки головой вниз висят я знаю не все любят этот эффект на остиновских розах то у джентл хермион все цветочки смотрят как стойки оловянные солдатики вверх ну а вот наглядный пример того как выглядит роза малоустойчивая к жаре и яркому солнцу этот сорт остина я покупала когда с дэмону и как видите несмотря на то что очень красивые тоже нежно розовые цветы которые выгорают до белых похожие на джентл хермион но вот как видите от яркого солнца от жары концы лепестков у нее засыхают смотрятся очень неопрятно мало декоративно и скорее всего этот куст я буду отсюда убирать куда-нибудь в полутень где яркое солнце не так ее будет повреждать хотя я сильно подозреваю что раз такое происходит от жары вполне вероятно что и на дождь она будет плохо реагировать в этом случае придется с ней расстаться потому что я стараюсь сейчас оставлять в саду только те сорта которые максимально декоративные и лишены вот подобных недостатков не знаю есть ли у вас в саду растение которое можно посадить в абсолютно любой пустующий уголок такой эдакий сорнячный многолетний который нужен просто для заполнения пространства для того чтобы это самое пространство не заселила например сныть у меня такое растение есть и это хоста у меня сад достаточно тенистый плюс глинистые тяжелые почвы и хосты у меня в саду чувствует себя очень хорошо поэтому я без зазрения совести пихаю их во все свободные уголки которые нужно чем-нибудь заполнить и вот здесь вот у меня такой вот сорнячный бордер что называется это самая низкая часть сада кстати редко вам ее показываю и вдоль забора очень много вырастаялась сорняков розы здесь не росли большинство многолетников тоже себя здесь плохо чувствуют здесь достаточно холодно вот в этой части сада у меня практически все розы замерзали которые я сажала в итоге я их все почти отсюда убрала ну и вот для того чтобы просто заполнить пространство вдоль забора чтобы она симпатично смотрелась я посадила здесь много много всевозможных хост у меня очень много сортов хост я в свое время их набрала огромное количество в период своего накопления всевозможных растений знаете такое коллекционерская немножко когда хочется собрать самые интересные самые редкие сорта но при всем при этом я к хостам отношусь гораздо с меньшим пицитом чем к розам я не помню практически ни один сорт хост из тех что у меня растут хотя есть какие-то даже достаточно редкие дорогие и они у меня вот растут сами собой ничего с ними не делаю особенно не кормлю и самое приятное чем они мне нравятся то что хоста после того как вылезут они полностью закрывают землю под собой и полностью практически подавляют сорняки но немножко сорняков все-таки пробивается поэтому периодически приходится пропалывать и вот сейчас только в начале июля получается но вернее самый конец июня сейчас я собралась замульчировать почву под хостами для того чтобы уже точно ни один сорняк не пробился но заодно немножечко подкормить моих красавиц мульчировать буду навозом при перепревшим этим же навозом я мульчировала все свои розы в этом году кстати я весной заказывала навоз в рус розе мне кто-то писал что у рус розы навоз не очень хорошего качества вот этот человек был абсолютно прав была совершенно недовольна их навозом и в итоге мне очень повезло что мой постоянный а дядечка из конюшни который мне привозил навоз и в прошлом году опять начал возить несмотря на карантин вот когда ввели небольшие послабления я наконец-то заказала у него машину навоза все замульчировал и был абсолютно счастлива кстати если вдруг вы ищете поставщика навоза в подмосковье оставлю ссылочку на его сайт это не реклама он ничего не знает о том что я про него рассказываю но действительно навоз очень хорошего качества очень недорогой и я очень им довольна ну вот у меня осталось еще какое-то количество мешков после роз вот хочу хосты тоже замульчировать для того чтобы бордер выглядел поаккуратнее и какие-то вот сорнячки с края все-таки не пробивались в общем очень люблю замульчированные цветники потому что я небольшая любительница прополки а мульча она конечно позволяет очень сильно снизить частоту прополок ну и самое главное замульчированные посадки автоматически сразу выглядит намного аккуратнее чем не замульчированы это два таких вот меня ноу-хау которые позволяют сразу моментально сделать вид сада более ухоженный первое это покошенный газон даже если цветники заросшие сразу выглядит все намного аккуратнее и второе это замульчированы вот так вот посадки они тоже сразу даже если где-то сорнячки выглядывают они уже выглядят как специально там посаженные и весь цветник когда поверхность замульчирована вот так вот выглядит гораздо лучше материалы для мульчирования могут быть разные конечно я если есть возможность мульчирую навозом перепревшим был какой-то год я мульчировала порубленными ветками у нас есть шредер но нагрызть нужное количество веток для того чтобы замульчировать целый цветник это на самом деле очень большая тяжелая работа и поэтому вот уже нет с несколько лет шредер стоит у нас в сарае мы им не пользуемся знаю что мульчируют сосновой корой но лично мне не очень нравится внешний вид сосновой коры потому что крупной фракции она смотрится тоже не очень естественно и далеко не во всех цветниках она во-первых уместно а во-вторых хорошо влияет на растение потому что например розы сосновой корой я бы не стала мульчировать потому что она дает кислую реакцию розы и не очень любят а вот например в рододендронах это вариант очень хороший кстати напишите мне в комментариях под видео мульчируете ли вы ваши цветники и если да то чем какие бюджетные самые главные опции у вас есть какие то может быть ваши но хау тоже для того чтобы цветники выглядели красиво и аккуратно раз уж я начала разговор о хостах хочу добавить что я очень люблю просто обожаю большие сорта хост вот прям огромные вроде хосты зибольда big daddy и тому подобного у меня вот я вас привела на самые задворки сада у меня здесь растет вот эта красавица я даже не помню что это за сорт мне кажется это как раз тот самый big daddy у нее просто огромные листья мне кажется сантиметров 40 в длину и она у меня честно говоря здесь сидит не на месте потому что вы практически не видно я ее планирую наверное в августе перетащить куда-нибудь на парадное место где во всей красе можно будет увидеть ее размеры мне кажется большие хосты они особенно эффектно смотрятся где-нибудь на газоне в окружении своих собратьев поменьше я знаю есть совершенно очаровательные малышки их сажают в какие-нибудь садовые кашпо делают из них очень красивые композиции но мое сердце все-таки принадлежит именно крупным хостом мне кажется они самые эффектные и плюс они еще как правило голубые голубые хосты я тоже люблю наверное больше всего позапрошлой осенью я пересаживала вот этот пион целым кустом показывала вам его на в прошлом летом и очень сильно расстраивалась что он после пересадки болел и все бутоны у него усыхали не цвели я его уже даже собиралась пересаживать и делить потому что читала что пионы вообще не любят пересадку целым кустом что их надо обязательно делить но кто-то мне написал что любые пионы и поделены и не поделены плохо себя чувствует первый год-два после пересадки и сильно болеют я решила его не трогать очень рада что последовало совету этого человека потому что в этом году пион выглядит намного лучше он обильно цветет и даже несмотря на то что его пересадила целым кустом в итоге оправился и очень хорошо себя чувствует я уже сейчас не помню что это за сорт но я повелась на то что он в полуроспуске зеленоватый не знаю видно ли на камеру я питаю большую слабость к зеленым цветам и вот у него бутоны прям отчетливо зеленоватый мне это очень нравится кстати очень долго цветет сейчас он уже цветает но цветки держатся по моим наблюдениям дольше чем у всех остальных моих сортов так что я очень рада что он отправился наконец после пересадки я очень люблю подкармливать розы жидкими подкормками по моим наблюдениям именно на жидкое удобрение розы реагируют лучше и быстрее всего и когда у меня был в заначке мешок водорастворимой финской кемиры вот в эти несколько лет мои розы были наверное на пике своей красоты и в этом году я тоже пока мы живем в саду стараюсь подкармливать розы именно жидким удобрением они уже начинали зацветать во время цветения как вы понимаете розы не кормят но в начале этой недели я решила все-таки успеть вскочить выходящий поезд и покормила розы раньше этого не делала из-за того что и постоянно лили дожди и без того было очень сыро сейчас для подкормок пользуюсь кристаллоном от фертики мне нравится хороший состав в нем помимо макроэлементов хороший набор и микроэлементов и еще есть магний который очень полезен для хорошего цветения роз я не знаю точно объем моей бочки то ли 200 то ли 250 литров на бочку я развожу пол банки кристаллона то есть около 400 грамм специально для полива у меня маленький дренажный насосик для грязной воды и оттоплю его в бочке подключаю шланг и дальше можно ходить и поливать как обычно очень удобно единственное что мне не очень нравится напор воды слабоват поэтому чаще снимаю пистолет и поливаюсь шланга без насадки так получается быстрее на все розы у меня уходят две бочки меня в комментариях под прошлым видео кто-то просил рассказать про астранцию я показывал ее мельком когда рассказывал вот про эту махровую гераньку исполняю просьбу астранцию я очень люблю у меня она растет правда всего в одном месте в саду вот здесь вот в полу тени рядом с мэри роз мне очень нравится получается такое красивое монохромное сочетание мне нравится астранции тем что у нее вот эти вот остренькие кончики такие получаются немножко колючие цветочки я не знаю с чем это связано но с розами абсолютно все колючки смотрятся просто невероятно стильные красиво всякие синеголовники мордовники вот астранция она чем-то близка к ним но если синеголовники и мордовники у меня к сожалению в саду не растут плохо себя очень чувствует из-за того что глинистые тяжелые почвы много влаги они просто подгнивают я сейчас правда один мордовник посадила в качестве эксперимента но не знаю выживет или нет а вот астранция очень хорошо себя чувствует она прекрасно растет в полу тени которые у меня в саду много и вот мне писали как раз в комментариях что боятся того что астранция будет сеяться по всему саду не могу сказать за все астранции но моя она абсолютно себя культурно ведет вот где я ее посадила она потихоньку разрастается на здесь растет уже много лет куст уже достаточно обширный но семена она почему-то не завязывает никаких сорняков в стороны до каких-то новых растений она не дает хотя я была бы не против новых астранции но вот это только делением размножается не знаю хорошо это или плохо в общем очень ей довольна и честно говоря подумываю завести такую же белого цвета вот эта розовенькая она хороша вот с розовыми розами а белый мне кажется будет классно с желтыми например или с оранжевыми персиками ну в общем белый цвет сами понимаете с чем угодно сочетается так что это один из любимых моих компаньонов для роз как видите цветет она одновременно с розами и еще один большой плюс астранции состоит в том что она очень аккуратно цветает то есть вот эти головки даже после того как она цветет выглядит очень хорошо и аккуратно хотя их без проблем можно срезать потом но очень долго держится они потом такие консервированные немножко получаются примерно как у морозника если у вас растет морозник вы поймете про что я или у гортензии да когда она чуть-чуть зеленеет и такое вот законсервированное стоит очень долго у астранции абсолютно то же самое так что смело могу рекомендовать если у вас особенно тенистый сад потому что она хорошо растет на в полу тени она достаточно высокая как видите вот где-то метр-метр двадцать так что место ей оставляйте побольше и лучше ее сажать также как и герань куда-нибудь в центр цветника они на край потому что к сожалению имеет тенденцию разваливаться у меня вот она здесь растет между кустами роз и это самое лучшее для нее место меня под последним видео просили отснять про свои любимые розы у меня был ролик с таким названием когда я много лет назад снимал цикл передач розы в саду для канала загородная жизнь это действительно мне кажется будет интересным сравнить какие любимые сорта были тогда и сейчас я думаю что когда все розы расцветут я попробую что-нибудь в этом духе отснять но вот один сорт я абсолютно уверена был у меня и тогда и он остался одним из любимцев сейчас это леонардо да винчи это по моему глубокому убеждению сорт розы который входит в десятку лучших до сих пор хотя сорт уже достаточно старый это флорибунда и хороша она и в кустовой форме и в штамбовой вот в прошлом году я купила ее на штамбе чему очень рада была уверена что она будет шикарно смотреться именно в штамбовой форме и конечно не ошиблась очень аккуратный штамп шикарно цветет самое приятное в этом сорте то что вот эти чудесные цветы старинной формы все как я люблю с густомахровыми набитыми серединками так вот эти цветы во первых очень долго держится вот как видите даже жара наша 30-ти градусной ему нисколько не повредила и абсолютно также они себя чувствуют и при дождях то есть даже при затяжных дождях когда все остальные розы поникают гнилыми тряпочками леонардо да винчи всегда красив всегда свеж и не портится ни солнцем ни дождем ничего ему ни почем ну и плюс сорт очень устойчив к всевозможным розовым болячкам такая вот рабочая лошадка при этом очень декоративная так что этот сорт я рекомендую всегда и всем кто спрашивает меня какую розу самую лучшую вы порекомендуете для посадки в саду вот она леонардо да винчи решила показать вам наш долгострой мы уже второй сезон строим беседку для того чтобы устраивать посиделки с друзьями на улице шашлычить и все тому подобное прочие дачные удовольствия и вот на этой неделе наконец у нас дошли руки до беседки между съемками и муж начал заниматься лестницей потому что основная беседка у нас уже выстроена есть пол есть крыша уже можно сидеть но залезать в нее не несколько проблематично было до сих пор ну то есть еще и сейчас тоже потому что не было лестницы и вот на этой неделе мы наконец-то торжественно заложили под нее фундамент я думаю что на следующей неделе продолжим заниматься лестницей кстати если вам интересно можем отснять полноценный мастер-класс на тему того как сделать лестницу куда-нибудь в дачный домик в беседку своими руками ну что же как обычно я жду ваши вопросы и замечания в комментариях под этим видео на на сегодня все всем пока